Они играют джаз. Их знает не только Севастополь, но и весь Крым. Они профессиональные музыканты, которых объединяет любовь к музыке, стремление к самосовершенствованию и взаимопониманию на сцене и в жизни. Шесть лет назад несколько музыкантов из Луганска переехали в Севастополь и основали группу с интригующим названием «Рояль в кустах». С той поры состав коллектива менялся, осталось главное – профессионализм участников, их безграничная влюбленность в свое дело и, как следствие, неизбежная любовь зрителей. В программе «Званый гость» – бас-гитарист музыкального коллектива «Рояль в кустах» в прошлом выпускник Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова Сергей Снегирев. Рояль в кустах Ну, по поводу названия – это вопрос, скорее, не ко мне, а к нашему гитаристу Алексею, который, в общем-то, шесть лет назад и придумал это название «Рояль в кустах». Как он рассказывает, он просто проснулся и понял, что группа, в которой он будет играть, будет называться именно «Рояль в кустах». Я точно знаю, что это не связано с тем, что не было пианиста, там, как некоторые придумывают о том, что «а где рояль, а рояль в кустах» – это неправда все. Это с инструментом вовсе не было связано. Наверное, больше как с каким-то таким творческим сюрпризом, я бы сказал. Ну, история-то началась с того, что несколько музыкантов из Луганска ездили летом играть в «Севастополь» на заработки, в общем, да? Совершенно верно. И потом остались, и так появилась группа «Зе». Мне самому интересно, почему именно «Севастополь», почему не «Ялта». Я бы поехал в «Ялту», наверное, если бы, ну, как бы, «Севастополь» все-таки более консервативный город и закрытый, военный, а «Ялта», она… Я так себе представлял, во всяком случае, раньше. Ребята приехали в «Севастополь», действительно, они, по-моему, вообще были первые, кто занялся подобным видом деятельности у нас в городе, вышли на улицу и стали играть на шляпу. В народе подобное творчество называется «Штырка». То есть я уверен, что вы никогда в жизни не слышали этого слова. Да, я тоже первый раз услышал как раз от музыкантов «Рояль в кустах». «Штырка» — это работа на улице на шляпу. Первые музыканты в «Севастополе», кто вышел на «Штырку», это вот была группа «Рояль в кустах». И это достаточно смело было, в общем-то, тем более для нашего города. Но мне кажется, в этом как раз и была изюминка, то, что все обратили на это внимание. И даже работать на улице, как бы там… Некоторые, наверное, считают, что это унизительно для музыканта. На самом деле это не так. И я объясню, почему. На улице мы делаем то, что мы хотим. Играем ту музыку, которую мы хотим. Нравится, не нравится — это уже зависит от человека. И поэтому весь репертуар, который мы подбираем, помимо того, что мы стараемся, конечно, порадовать и слушателей наших, но в любом случае 95% материала, который исполняется, — это музыка, которая нам нравится. Играет музыка, которая нам нравится. Вы себя позиционируете как джазовый коллектив, но вы играете разную музыку. Какие стили и направления вам еще близки? Ну, прежде всего, во-первых, мы все профессиональные музыканты. И обычно у музыкантов джаз вообще сама по себе музыка. Если, допустим, сравнить музыку с какими-нибудь точными науками, то джаз — это высшая математика. Поэтому, ну, допустим, с арифметикой. А человек, который играет джаз и вообще увлекается джазом, это говорит о том, что все остальное для него сыграть, в общем-то, будет не проблема. Ну, в пределах разумного, конечно. Потому что я вообще не считаю музыкой то, что звучит там на современных дискотеках, то, что прописывается постоянно. Ну, я вообще не воспринимаю. Я это не считаю музыкой. И, в общем-то, такое джазовые музыканты играть не будут. А все, где можно, где играют барабаны, бас-гитары, вот комбо-состав, фортепиано, а тем более у нас и духовая группа. Как правило, джаз является основой всей музыки. И обычно, вот даже у всех звезд, у кого работают живые составы, ну, так называется живой состав, как правило, все музыканты — джазовые музыканты. Хотя могут играть музыку совершенно любую. Поэтому мы, как профессиональные музыканты, естественно, увлекаемся джазом. И тоже его играем, слушаем, учимся, опять же, потому что процесс обучения музыке — это бесконечный процесс. По этому поводу даже есть интересный такой анекдот. Если вам интересно, могу рассказать. Давайте. Ну, сейчас я закончу по поводу джаза. Вот в детстве я очень любил рок. Начиная там от русского рока, «Машины времени», «Воскресенье», заканчивая серьезным ACDC, там, ну, зарубежной музыкой, такой высокого качества. Мне это очень нравилось. Но потом для того, чтобы это все дело исполнять и играть, все-таки пришлось заняться джазом. Поэтому мы себя позиционируем, как джазовые музыканты, но играем все. Как, знаете, говорят, джазовые музыканты в роке и в попе. Извините, если за вульгарность. Это был анекдот? Нет, нет. Анекдот следующего. Он как анекдот притчи. В общем, один молодой человек решил себя целиком и полностью посвятить музыке и добиться фантастических результатов. С самого детства он мечтал стать лучшим гитаристом в мире. И вот он круглосуточно сидел, занимался на гитаре, играл гаммы, выучил всего баха. В результате у него все состоялось в жизни. Он стал одним из лучших гитаристов в мире, причем состоятельным человеком, переехал жить в Америку. Его знает весь мир абсолютно. То есть он действительно добился какого-то очень высокого результата. Но такой момент. Везде, во всех хит-парадах или каких-то рейтингах, он везде второй. То есть второй гитарист в мире. Вот, тоже неплохо, да? Ну и вот он же взрослый такой, дяденька уже ему там за 60 лет. Он по-прежнему является суперстар. Вот он как бы второй гитарист в мире. И пресс-конференция очередного его концерта. И один из журналистов спрашивает, скажите, пожалуйста, вот правда, что вы второй гитарист в мире? Он говорит, ну, если так говорят, наверное, да. Я, в общем-то, достаточно скромный человек. Но если это так, наверное, да. Я, наверное, вот второй гитарист в мире. Скажите, пожалуйста, а кто тогда первый? Он говорит, вы знаете, о первых очень много. Ты играешь в игру, которую не знаешь Глазами манишь В пропасть бросаешь Но я знаю одно Мне, мне все равно И ты меня не обманешь Давай поспорим Что река станет море Осень с весною Поменяется вскоре Знаешь Ты тоже отдаешь И станешь со мной Танцевать по дуной А когда будем в соне Снова поспорим Вы сказали, у вас все профессиональные музыканты У всех это основной вид деятельности Нет других работ, да? Да, безусловно, да Времени не хватает Никак, даже если бы хотелось там чем-то еще заниматься Не хватает времени Если мы не работаем, мы репетируем У нас репетиционная база Потому что оно так Чудес же не бывает Все надо готовить Учиться всегда есть чему Мы постоянно стремимся, развиваемся И на самом деле есть даже результаты И мы их чувствуем даже по нашим записям Когда смотрим, допустим, прошлогодние записи какие-то Хочется быстро выключить Нет, это не мы Мы сейчас по-другому играем Конечно, да И это ощущается А вроде когда год назад исполняли Нам нравилось вроде бы Не то что Мы, честно говоря, всегда недовольны результатом Это, наверное, нормальный творческий процесс Это хорошо, да Потому что глупо восхищаться самим собой И говорить О, как здорово я тут сыграл Лучше меня, наверное, никто и не сыграет Ну, нас таких нет Вряд ли можно будет добиться каких-то серьезных результатов Если не отдавать себя целиком и полностью любимому делу Только другого пути я просто не вижу Хотелось бы, может быть, еще чем-то заниматься Но опять, вот если говорить обо мне То я бы хотел заниматься только творческими профессиями Армии мне хватило с головой Для того, чтобы понять, что Не хочется Ну, как не мое На самом деле из меня был неплохой военный Я точно могу это сказать Как-то Я очень благодарен армии вообще За то, что она была в моей жизни Тем более Черноморское высшее морское училище Павла Степановича Нахимова Это одно из самых элитных военно-морских училищ В Советском Союзе было в те годы И поэтому я горжусь тем, что я учился там И получил именно вот это образование И в моей жизни мне до сих пор помогает Вот эта вот дисциплина воинская, которая была у нас в училище Хотя я был не очень дисциплинированным Ну, я человек творческий Вы говорили, что вы с детства увлекались музыкой Как вас вообще занесло в военную сферу? У меня отец военный Дед военный И один и второй И поэтому у меня не было вообще Меня не спрашивали Мне сказали, надо быть офицером Ну, как бы всю жизнь я по военным гарнизонам Я, честно говоря, по-другому не представлял То есть я уже когда родился, я понимал, что кем я буду Почему так будет Хотя, вот видите, получилось все совсем наоборот До пенсии я не дослужил Уволился я по сокращению И вот пришлось становиться на профессиональные лыжи музыкальные Я попал на круизные пароходы Очень много времени я проработал на пятизвездочных круизных судах Американских, греческих, немецких, на разных Практически весь мир посмотрел Был почти во всех странах мира Ну, там, где есть, да, вода Ну, море, океан И я так этому благодарен То есть, в общем-то, закончив военно-морское училище Я стал моряком на пассажирских судах И это так было интересно, это так здорово Это вряд ли я бы смог, будучи военным Увидеть вот столько, сколько увидел, став музыкантом Это было очень интересно И я до сих пор вот с удовольствием бы еще раз пошел в какой-нибудь круиз Это очень интересная проблема Но потом уже не получилось, или почему? Вы знаете, по-разному бывает Во-первых, семья не очень в восторге от того, что Отсутствие Да, да, да Поэтому тут надо чем-то жертвовать Ну, в данном случае вот сейчас Как бы на берегу А тем более в Севастополе Когда я жил в другом городе, там Мне больше хотелось уйти в рейс А из Севастополя я никуда не хочу Мне очень нравится Крым, Севастополь На самом деле мы живем в очень хорошем месте В общем, правда Столицу я не люблю Вот, ни Москва, ни Петербург, ни Киев В столицу хотелось бы из-за театров, из-за культуры Уровень культуры там, конечно, совсем другой Но мне кажется, наша задача Поднимать уровень культуры у нас в городе По-моему, это должен на вашем сайте заявлено Так вот О, нет Субтитры создавал DimaTorzok 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 И закончили музыкальное отделение Я уже снимал гитару, хотел поставить И объявлял о том, что у нас объявляется Небольшой перерыв И увидел, что как раз прям мимо нас проходит Сергей Манукян А это Как бы Очень, это не аквариум Точно, это настоящий джазовый музыкант Я говорю Здравствуйте, Сергей Манукян Мы вас приглашаем за инструмент Пожалуйста, поиграйте с нами Он без разговоров сразу же И жена, он с женой был сразу же Сережа, давай, давай, ребята хорошо играют Давай, поиграй с ними Он сначала с нами на фортепиано сыграл, там, блюз А потом подошел микрофон И когда он запел в микрофон, там тоже Вокальную импровизацию Это было просто шедеврально Это очень здорово Кроме этого, вот, допустим, за это лето С нами выступали Наши друзья Профессиональные музыканты, джазмены тоже все Они у них У каждого там свои проекты Каждый пишет какую-то музыку Такую джазовую как раз И они были с Тиной Карой выступали здесь И тоже приходили к нам на набережную И вместе с нами тоже играли В этом же году тоже был у нас Американец Тоже такая интересная история была Приехал познакомиться с девушкой по интернету Ну, естественно, ничего у него не получилось Познакомился с вами Да, познакомился с нами Кстати, вот это профессиональный барабанщик Он работает в военном оркестре Только у них военный оркестр это не как у нас военный оркестр Джазовый военный оркестр В Вашингтоне То есть это очень высокого уровня Они играют только джаз И вот нам повезло Он здесь дней десять был И каждый день к нам приходил И каждый день с нами играл Для людей это тоже было очень интересно Я думаю, он не пожалел, что приехал Нет, пишет, звонит мне постоянно Да-да-да, по скайпу Из Москвы приезжали ребята тоже с нами Выступали, участвуют в этих джемсейшенах Поэтому постоянно На Приморском-то все гуляют, включая музыкантов И многие подходят и знакомятся И хотят с нами тоже поиграть Это вообще очень интересный такой процесс В этом тоже его одно из достоинств Вот то, что очень много людей Таких интересных бывает Просто не обязательно даже музыканты А просто творческие люди Часто приходят какие-то танцоры Которые начинают там танцевать Мы для них там специально подбираем Даже какой-то репертуар Ну, из нашего, за что мы играем Бывают и бальники Бывают какие-то рок-н-ролльщики И брейк танцевали Ну, интересные такие личности Вот это все на Приморском бульваре Вот недавно прошел новогодний концерт Ваш совместный с Ольгой Панкратовой Насколько я знаю, не первая уже, да? Как вам с ней работается? Оля очень талантливый человек И вообще, я редко встречал У меня, честно говоря, вообще Даже до знакомства с Олей Панкратовой У меня было табу не работать с певицами Но просто, когда такая шикарная женщина И так шикарно поет Тут уже невозможно просто устоять Ну, потрясающий уровень Певица просто обалденная И вообще, она же и как режиссер Она участвует во всем Вот концерт, который прошел Вот этот первый новогодний концерт Оля вот все полностью Каждый номер Все продумывала и костюм Занималась абсолютно всем То есть у нее организаторские способности Такие же, как и вокальные данные Мы очень довольны работой с ней Нам очень понравилось Я уверен, что это не последняя наша совместная работа И мы будем что-то дальше делать Будем вместе выступать Может быть, и этот концерт Где-то еще будем показывать Может, в других городах по Крыму Сейчас просто Оля же там Свой проект интересный Она же стала победительницей Точнее, прошла Голос страны Да, Голос страны С чем мы ее поздравляем Мы рады за нее И она заслуживает этого всего Молодец Поэтому, когда закончится у нее все это дело Она будет посвободнее Вернется в Севастополь И мы будем думать, что нам делать дальше Музыка Музыка В свет в городе Давным давно под нас Быть на чуть-чуть А я буду петь раз На тех, кто живом Музыкаю, дышит Света горячая Меня услышит Музыка 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 Ваша группа ставит перед собой какие-то планы на будущее, или это просто работа в удовольствие? Планы есть, но они все, в общем-то, связаны прежде всего с тем, чтобы развиваться как музыканты, повышать свой профессиональный уровень, прежде всего. Ну, потому что от него, по идее, должна есть зарплата вырасти. Поэтому как бы развиваться, да. Вот у нас сейчас есть несколько проектов, помимо Ольги Панкратовой, нам очень нравится с ней работать, я еще раз повторюсь. И еще есть у нас легендарный такой человек в городе, зовут его Александр Вотсмуш. Это творческая личность, которая занимается, помимо того, что он профессиональный художник, он еще музыкант, он пишет песни. Причем они такие интересные, такие классные. Я вот послушал, он приносил материал, он записывал его до этого там с другими музыкантами. И вот он нам предложил, чтобы мы аранжировали его материал своим составом. Я думаю, что мы обязательно этим займемся. И вот это один из наших таких проектов. Я думаю, что это будет очень интересно. Да, мне тоже, я искренне на это надеюсь. Очень интересный человек, Саша Вотсмуш. Я люблю таких людей. Мне вообще интересно с людьми, которым интересно жить, работать, кто занимается своим любимым делом, прежде всего. Ну, это действительно здорово, это очень важно, правда. Спасибо большое, Сергей. Вам спасибо. Спасибо большое. Было очень интересно, правда. Спасибо большое. Мы вам желаем в новом году творческих успехов. Вам, в вашей группе. Ну, счастливого Нового года, конечно. И вас с Новым годом. Спасибо. Играет музыка. Играет музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! Казахстан!